как же давно я хотел это сказать народ всем привет мишан снова на связи спустя полтора года моего отсутствия в ютубе в общем сзади меня можете видеть мой самый старый первый проект это кроссовый мотоцикл урал перепиленный из обычного урала с обычным движком собраны на коленке еще на моменте создания многие писали что нету никакого смысла это делать этот мотик он не поедет ты на нем разобьешься он развалится движок не подходит для такого класса мотиков да и вообще эндурик вес на 250 килограмм это как-то не культурно да друзья многие были правы конечно мотоцикл может быть и не оправдал свои ожидания в целях эндуро но я не могу сказать что он был бесполезным благодаря этому мотику я начал снимать видосы на канал вы соответственно увидели мои видосы на канале подписались и вот сейчас существует аудитория почти 15 тысяч человек когда я снимал первый видос там вообще не было даже десяти человек это три аккаунта были мои в общем это было друзья сделано не зря но останавливаться на этом все равно не охота поэтому многие из вас еще не знают но друзья я отучился на промышленного альпиниста это такая специальность где люди там лазит по фасадам домов по каким-то пром объектом и занимаются высотными работами честно давно мечтал погрузиться в эту сферу очень интересно вообще деятельность поэтому после армия приехал отучился на эту специальность получил удостоверение промышленного альпиниста и теперь нужно купить снаряжение чтобы купить снаряжение я хочу продать большую часть всего того что у меня есть в гараже а за моменты съемки видосов у меня накопилось много всякого нужного и ненужного барахла как например вот движки от урала немного не рабочие вот этот вот мотик эндурик с двигателем от милицейского мотика которые мы тогда еще не продали он в принципе был рабочий сегодня нам надо его попробовать запустить чтобы можно было предоставить при продаже его от него здесь где-то милицейская коробка есть даже сирена все это надо снять отдельно где-то запустить протестировать если все работает то очень хорошо также есть много много разного рабочего барахла вот здесь это коробки от урала по моему да вон там есть двигатель от днепра вот этот головки от днепра рабочие хорошие головки ну разве что небольшие сколы есть это не страшно есть полуживой движок от альфы него тоже надо продать есть много всяких железок именно которые пойдут в чернягу их надо сдать чтобы они не занимали место есть еще вот здесь еще один мотик который тоже вы помните когда ты был на канале по сути но ему можно сказать хана потому что он но немножечко уже не в состоянии чтобы ездить но с него можно тоже немного продать железок во первых разобрать движок посмотреть что с ним здесь коробка стоит с задней скоростью ее тоже можно отдельно продать и есть вот такие вот матерые амортизаторы из нержавейки я думаю они тоже будут стоить каких-то денег и также помимо этого еще я хочу сдать в металл железки которые также были накоплены в принципе вот такая куча железок есть и есть еще друзья запасы алюминия вот такая большая куча алюминия и тоже нам надо сдать этим и будем мы сегодня заниматься поэтому друзья готовьте чайку подписывайтесь на канал в общем все как раньше лайк подписка и погнали подписывайтесь на канал в мойclap Продолжение следует... 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 канал как бы но не очень охота такой маленькой ценой поэтому с первым мотоциклом я закончил сейчас переходим к этому мотику с него надо снять двигатель ну а дальше будет видно погнали и ну и Продолжение следует... 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 Так... Бензин есть... Масло я уже проверил... Уровень нормальный... Продолжение следует... 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 Ну, в принципе, впечатляюще. Так, у нас закончилось топливо в левом цилиндре. Да, в левой половинке нету бензина. И почему-то левый немножко не до конца работает, но, скорее всего, это проблема в карбе. Надо либо что-то покрутить, поднастраивать. И, в принципе, можно даже выкладывать на продажу, потому что движок работает. Но я в нем и не сомневался, потому что он был рабочим. Итак, немного я понастраивал двигатель, настроил карбюраторы. Сейчас работает, в принципе, хорошо. И, главное, запускается только хорошо. Смотрите, что получилось. Подключаем зажигание и просто кикаем. Так, с запуском двигателя, в принципе, разобрались. Все нормально. Двигатель заводится, работает. И, как бы, этого нам и достаточно. Теперь надо установить сюда родную механическую сирену. Она уже, кстати, найдена. Осталось только поставить. Ну что, двигатель полностью собран. Сирена установлена. Осталось сделать контрольный запуск, проверить работу сирены, проверить работу двигателя, чтобы все нормально, отлично работало. И уже тогда можно будет выкидывать двигатель на продажу и переходить дальше. Поэтому сейчас запускаем движок, проверяем сирену и уже дальше будет видно. Итак, по милицейскому двигателю все завершено. Но он стоит и ожидает продажи. Ну а я перехожу к следующему двигателю, с которым мне тоже немного жалко расставаться. Но я надеюсь, кому-то он пригодится чуть быстрее, чем мне. Это двигатель от мотоцикла Днепр. 11 или 16 модели, точно не помню. Его я покупал лет 5 назад и хотел строить из него кафешник. Но что-то пошло не так. Руки так и не дошли. И когда дойдут, пока неизвестно. Поэтому выкинем его на продажу. Надеюсь, кому-то он понадобится чуть раньше, чем мне. Двигатель находится в разобранном состоянии. Я его полностью разобрал, помыл, одефектовал. И самое главное, я его упаковал вот в такую встреч-пленку. А все железные детали смазал маслом. Смазал маслом. Смазал астом. А все железные детали смазал маслом, чтобы они не портились от влажного воздуха. Потому что гараж открытый. По сути, это просто навес над двигателем. Но за сохран я не переживаю. Вот шестеренки. Видно, они все в масле и в пленочке. Сейчас надо все это снять, распаковать, посмотреть комплектность, чтобы ничего никуда не пропало за время хранения. Оценить состояние и уже подумать о цене, чтобы выложить на продажу. Так что снимаем весь движок и складываем сюда. Сейчас будем делать небольшую распаковку от самого же себя. Пять лет назад запаковывали, а сегодня распаковываем. Погнали! Пять лет назад запаковывали, а сегодня распаковываем. По двигателю получается следующая ситуация. В комплекте, на удивление, есть почти все и даже немного лишнее. Есть комплект новых резиновых прокладок для сборки этого двигателя. Здесь есть все, что нужно, чтобы собрать сальники, пыльники, резинки и все прочее. Есть две новые бронзовые втулки для верхней головки шатуна. Если кто-то будет менять поршни, соответственно, менять пальцы и лучше поставить новые втулочки. И есть комплект новых вкладышей. Насколько я знаю, после снятия шатунов с коленчатого вала надо менять вкладыши. Они тоже тут есть. Не хватает в первую очередь толкателей штанг. Их нужно будет где-то искать. Они были не очень в хорошем состоянии. Я их выкинул еще тогда. Найти так и не нашел. И не хватает маховика. Но эта проблема решаема. Мы можем снять маховик вот с этого двигателя. Они взаимозаменяемые. Потому что я хотел ставить сюда облегченный маховик. И тот, что у меня был, по-моему, отверт в токаре так и не забрал. Но это не точно. В общем, маховика нет. Сцепление где-то есть. Можно будет поискать. Пока что комплект такой. На удивление, состояние после хранения очень хорошее. Все осталось до сих пор в масле. Никаких следов коррозии от хранения нет. Даже на цилиндрах, на зеркале цилиндров, ничего нет. Поэтому, кстати, обратите, какое состояние поршневого. Это родная поршневая, какая здесь была. Может быть, когда-то она имененная. Но, в общем, вот так поршень опускается. Понятно, что там есть масло. Поэтому не так быстро. Но состояние хорошее. Люфтов там особо нет. Состояние коленвала тоже вполне себе хорошее. Никаких задиров, проточек и ничего такого лишнего нигде нет. Есть момент с генератором. Потому что куда-то делся родной генератор. У Днепра тут длинная шестерня. Ураловская короткая. Но как-то они сами по себе заменились. И вместо днепровского генератора в кучке лежал ураловский. Это не страшно. Шестерню можно найти где-то на разборке. Или же даже купить новую. Она стоит недорого. Поэтому вот такой комплект будем выкладывать на продажу. Есть косяки на ребрах охлаждения головок. Они как бы не критичные. Но не очень приятно. И есть небольшой состяк вот с этой передней крышкой. И она продавлена. Ее либо лучше поменять. Или заварить и аккуратно заточить. Зашлифовать и все будет хорошо. Поэтому двигатель вот в таком состоянии сейчас сфоткаем. Выкладываем на продажу. И наверное если за 2-3 дня его никто не купит. Я его снова запакую в масло. И вот в такую стричь пленку. Чтобы ничего снова не попортилось. Я его разбирал, чтобы просто отфоткать и посмотреть состояние и наличие всех деталей. Ну а пока готовые к продаже запчасти продаются и занимают рабочий стол. Займемся немного грязными делами. Нам надо отмыть вот эти запчасти. Это движок от китайского мопеда. Он немного чумошный. Но его надо отмыть и продать на запчасти. Тут немного не хватает деталек. Но ничего, цены скинем и пойдет в люди. И заодно надо продать коробку передач задней скорости. Она тоже очень чумошная. На ней есть потеки масла. Все это отмываем. Делаем товарный вид и будем все это продавать. Будем мыть соляркой. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Еще две детали готовы к продаже. И на этом я хочу завершить этот ролик, чтобы он не был слишком длинным и вышел как можно скорее уже наверное завтра. Поэтому у вас есть хорошая возможность также купить нужные вам запчасти, железки, какие-то двигателя и все то, что я буду продавать. Специально для вас, для моих подписчиков я делаю скидку 10% на все железки, что будут в продаже. Чтобы все было максимально честно и вы не подумали, что я специально подниму цену на 10%, а потом скину ее уже сейчас. В описании есть полный список деталей, которые находятся в продаже и там же указана актуальная стоимость на досках объявлений. То есть для вас они будут стоить на 10% дешевле. Чтобы я понял, что вы не с доски объявлений пришли, а с этого ролика, пишите мне в личку любое ключевое слово. Я с канала, я с видоса, я с ролика, я подписчик. Чтобы я понял, что вы пришли ко мне после просмотра этого ролика. И тогда скидка 10% вам гарантирована. С доставкой проблем нету. Отправим по России, в любое место России, почту с ДЭК, транспортной компании, если двигатель. Поэтому очень хорошая возможность. Вот этот двигатель стоимостью 18 тысяч вы можете купить за 16 200. То есть 2 тысячи скидка это почти цена доставки. Очень, я считаю, хорошо и очень приятный бонус. Всем спасибо, что смотрели этот видос. Не забывайте пальцы вверх ставить. Может быть они помогут спасти канал на ютубе. В общем, лайк, подписка и пока. В следующем видосе будем сдавать железки. Пока.